Идея медицинского турнира появилась у наших студентов, когда они создавали проект для представления флота Потанина. Мы стали спрашивать, ну вы смотрели Доктора Хауса? Ну да, смотрели. Вот, это то же самое, только для студентов и в реальности. Хотите почувствовать себя в роли Доктора Хауса? Мы согласны с тем, что кровь нужно посеять до назначения антибиотиков, да, но вы никак не корректируете антибиотикотерапию, после того приходит результат посева. Приятно то, что преподаватели были приглашены лишь в качестве экспертов. Вы почему-то взяли и углубились исключительно в кардиологию, а ведь больной-то пришел к вам совершенно струбим. Мы поняли, что такой формат участия будет интересен не только в России, но и за рубежом. В этом году к нам приехала команда из Берлина. Да, было здорово. Два дня турнира, четыре круга испытаний. Нам всем понравилось. Задачи были достаточно сложными. Их было интересно обсуждать. Очень были интересные задачи, высланы нам перед турниром. Мы потратили много времени, чтобы их решить, и это действительно заставило задуматься о настоящем диагностическом поиске, поиске решений, поиске диагноза. Это очень интересная работа для преподавателей факультета, потому что все задачи, которые представляются на турнир, это задачи из реальной, получается, клинической практики. Одной задачей вчера мы сидели, работали, я знаю, кто ее составлял. Это реальный случай. Я знаю, что этому мальчику полгода не могли поставить реально диагноз. Ребята, да, они дома это делали, заочно готовились. Все поставили диагноз. Сегодня студенты могли попробовать себя в качестве таких специальностей, как урология оперативная, как оперативная гинекология и общая хирургия. Понравились эндоскопические тренажеры, которые помогают в будущем уметь проводить эндоскопические операции и работать дистанционно с инструментами, потому что открытые операции – это совершенно другое. Это было весьма забавно – увидеть, какие разные и трудные бывают ситуации. Действительно хорошая практика для нас. Нужно воспринимать это как игру. Развлекаться по-медицински. Эмоции были постоянно. И нам иногда с трудом удавалось их сдерживать, но тем не менее мы учились, зная опыт предыдущего турнира, что главное в игре – это красиво играть. И мы пытались и постоянно концентрировались на том, чтобы играть красиво. Весь этот турнир направлен на демонстрацию и развитие клинического мышления и умения работать в команде как специалистов. У этого турнира будет хорошее будущее, потому что ребята демонстрируют действительно высокие профессиональные знания. Вот эти три дня, они были нон-стоп. Мы не останавливались вообще, не останавливались ночью. Мы постоянно общались и с командами, и с экспертами. Постоянно были какие-то дела, постоянно звонки и все. И после них кажется, что вот все закончилось, и такая какая-то пустота. Хочется еще раз, и еще раз, и еще раз. Редактор субтитров А.Семкин